Здравствуй, мой дорогой зритель! Сегодня мы находимся в Алтее, в порту Кампаманес, где поговорим о деревянном строительстве. Сейчас такая очень современная тенденция. Весь мир тензирует к минимализму. На самом деле мы соглашаемся с тем, что человеку нужно гораздо меньше, чем он себе представлял. Там канадские панели, причем они еще и хорошо защищают тепло, то есть вход-выход и, соответственно, прохладу в жару. Это самая сложная была наша работа. Мы ее сделали в прошлом году. Перед началом работы мы сканировали этот участок земли, потом сделали 3D-модель, и на 3D-модель наш проектировщик, привет ему большой, сделал нам модельку этого детского городка. По этому же проекту мы могли прочитать инструменты и материалы, которые нам понадобятся на данном участке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин За деревом очень важен уход. Каждый год вы должны его пропитывать маслами, которых здесь море. Не забывайте это, потому что очень много клиентов вспоминают через 10 лет, когда уже ничего с деревом не сделаешь, оно уже сгнило, а на нем был просто слой простой краски. Вот одна из наших последних работ. Здесь мы использовали тоже крепление к скале, что и будем использовать в наших деревянных домах. Труба монтировалась в камень при помощи бурения, при помощи резки алмазной 120-й чашкой, сваривалась на арматуру. Все получилось замечательно, прочно, долговечно, но и экологично. Была очень большая просьба хозяев в этой части не ставить железные стаканы, так как может стакан прожареть, может пойти ржавчина, чтобы не было потеков. Произведен был монтаж вот так, с помощью нержавеющей шпильки. И также в этой части для пожилого человека была просьба сделать некое рифление, чтобы не соскальзывали руки, чтобы можно было хорошо ухватиться при спуске вниз. Это могут быть любые металлоконструкции, любые металлические изделия, любые изделия из дерева и также с художественным направлением. Вы можете к нам обращаться за любым изготовлением по дереву и по металлу. С детства меня отец учил работать с деревом, поэтому я свою жизнь связал с художественным оформлением интерьера и деревянным строительством. С молодыми людьми, когда я общаюсь, так эти вообще не хотят покупать ничего, они стремятся к впечатлениям, какие-то эмоции дополнительно получат. Сегодня я хотел бы вас познакомить с новым видом жилья, который объединяет в себе мобильность, экологичность и автономность. Собрал мнение других людей, я понял, что и сам хочу себе такой дом. Мы сейчас говорим все-таки о домике для одного поколения. Кому так же интересно это, наберите меня. Например, автономный дом Максима Гербута, если вы его закажете, мы вместе с Максимом установим его вам на вашем участке примерно за месяц. Если его нет, наличие изготовления его займет несколько месяцев. Также у нас есть выход на хорошие англические мобильные дома. Для себя я решил сделать гибрид, взять самое лучшее со всех технологий. У меня внук есть, вот Данька, и он мне какие-то вещи озвучивал. Он мне говорит, вот Саша, ты так любишь этот дом, ты так любишь дом в Москве. Вот как жалко, что нет такого домика, которого можно было бы собрать и перенести какое-то в другое место. Потому что мы всегда заботимся о тех домах, в которых мы живем. Но мы не хотим быть привязанными, не хотим вообще категорически. Что тогда нам остается? Снимать, покупать или искать какие-то альтернативные вещи? По всей видимости, то, о чем вы говорите, наверное, это и есть вот этот путь, к которому сейчас, ну, я думаю, процентов 30 людей уже мысленно подошли самостоятельно. Но что будет, если мы такой каркасник попробуем собрать здесь с материалов, которые мы можем купить в местных магазинах? Мы можем вам построить дом по СИП-технологии, каркасной технологии, просто из цельного дерева. Для строительства деревянного дома мы используем только ОСБ-3, так как оно создано для каркасной технологии. В производственных условиях мы делаем конструктор, который потом собираем на вашем участке. Без такой большой базы инструмента и материалов нам бы не удалось сделать это никогда. Дом будет иметь металлический каркас под полом из швеллера или квадратной трубы большого сечения. Пол мы можем сделать из ламината или же постелить плитку. Для себя я буду делать по-любому керамическое с подогревом, так как планирую под пол ставить баки с водой, которые будут аккумулировать нам тепло от солнечных коллекторов. Какая-то маленькая зона кабинет, маленькая зона гардероб. Опять же, маленькое все. Почему? Опять же, потому что мы все к минимализму стремимся. Мы уже это осознали, уже это точно лежит у нас, и нам нужно двигаться в этом направлении. Очень маленькая кухня, потому что мы сейчас уже не так, как раньше, запасались продуктами, кастрюлями, все это теперь уже нам не нужно, потому что есть какие-то там мультиварки, сковородка одна буквально на кухне, 3-4 тарелки. Все, больше нам ничего не нужно, ровно по количеству членов семьи. Для художественного оформления внутри нашего деревянного дома у нас представлено множество вариантов пола, стен, дверей, кухни, спальни. Так как я для своего дома буду проектировать террасу, там я буду использовать террасную доску, которая у нас также есть множество вариантов по цвету. Любой вид древесины имитация для создания лучшего интерьера для вас. Весь материал, который мы используем для строительства, он приезжает к нам или в Скандинавии, или с Украины. Сегодня я хотел вам предложить уникальную технологию, которая объединяет в себе экологичность, мобильность и автономность, которая позволит вам жить в любом месте, будь то море или горы, замечательные виды и уникальные места. Все возможные локации мы соберем на сайте topreality.es, где вы сможете выбрать себе виды своих окон. Особенно остров в нынешнее время стоит вопрос о экологии, поэтому подавляющая часть материалов будут полностью натуральны. Я женщина, я буду этот домик как бы обслуживать сама. Для меня что важно? Для меня первое важно, чтобы это была защищенность, бесспорно. Да? Защита должна быть какая-то в доме. Должна быть хорошая вода, потому что фильтры однозначно нужно ставить, где бы мы ни жили. безусловно, нужны какие-то средства отхода, использования, да? Потому что они есть, от них нам никуда не деться. Техническая вода в нашем доме будет завозная с ближайших источников альгара или фенестрата. Питьевая же вода будет бутылированная для кулеров. Здесь я являюсь официальным представителем компании по производству пластиковых деталей, будь то все морские элементы, связанные с морем, пластиковые платформы, паркинги для мотоциклов. То, что нам более интересно, это двух-трехуровневые септики и депозиты разной величины для воды, которые будут у нас аккумуляторами тепла. Понятно, что нужна надежная электростанция, да, какая-то будет снабжать нас достаточным количеством электричества. Нам нужен интернет, мы без него никуда. То есть вот если это возможно было бы совместить. Также сейчас разрабатываем проект дома из контейнера, который планируем ставить возле Аликанта. У нас есть участок большой земли, где мы планируем сделать студенческий городок. Душевая кабина, безусловно, с паром, с парогенератором. Вот это то, о чем мы говорили, да, вместо сауны с парогенератором душевая кабина. Ну, санузел, совмещенный с БД, это идеальный вариант. Они же сейчас есть такие, как бы, да, японцы, немцы сейчас делают эту технику. Маленький умывальничек, все, это, ну, сколько это, сколько на это нужно? Наверное, 4 метра достаточно будет. Так, кухня, ну, тоже я думаю, что где-то метра 4, не более, да, там, мойка, маленькая посудомоечка, 45 сантиметров, шкаф. Мобильность в нынешнем ритме жизни это эмоции. Поэтому ваш дом за несколько дней мы сможем перевести с одного места в другое, под ключ. Так вот, знаешь, вот сейчас идет мода на маленькие пространства, ну, поскольку люди, возможно, особенно современное поколение, допустим, миллениал, а сейчас еще появляется новое поколение Z-Generations, это те, которым максимум 22 года, они не хотят инвестировать деньги в какие-то там, допустим, такие мечты, допустим, 60-летних построить богатый дом, там, с прудами. Они хотят иметь свободу от собственности с одной стороны, а с другой стороны иметь все удобства, как-то Wi-Fi, тепло, телевизор, может быть, и, ну, такие визуально приятные условия, ну, к примеру, хороший вид, окна в пол. Отопление дома вы можете выбрать сами, будь то теплые полы, или пилетная печь, или солнечный коллектор, или все это вместе. Так как дом очень энергоэффективен, его легко отопить зимой и охладить летом простым кондиционером, который будет работать от солнечных панелей. Также я планирую комплектировать наши дома модульными конструкциями, удлиняя террасу, или хозяйственные помещения, или вам нужна сауна, или бассейн, или апидомик. Все это вы дополнительно можете заказывать у нас. Вместе со всеми агентствиями недвижимости Коста-Бланки мы соберем вам единую базу, где вы сможете выбрать более удобное вам местоположение к работе, например. Для каждого человека его проект будет утвержден местными архитекторами. Мне очень важно, чтобы возле каждого дома был паркинг, двор, сад, клумбы, чтобы все было как положено. Первое – это экономичность. Быстро и качественно. Второе – это экология. Дерево – это единственный земной ресурс, который за 100 лет возобновится на нашей земле. Это более благоприятно для здоровья людей, живущих в таком доме. Третье – это энергосбережение. Меньше затрат на строительство, на ремонт, на отопление, так как стены у нас будут очень тёплые и будут эквивалентны метровой стене из кирпича. Закрыт гардероб и закрыт санузел, а всё остальное пространство открыто. Это суперкомфортно, потому что в этом случае как бы нет необходимости вот в этих… Как раз наоборот, если была бы такая возможность убрать все перегородки, чтобы было открытое пространство. Но по всей видимости, мы сейчас говорим всё-таки о домике для одного поколения. Если, например, там будет два поколения, мама, папа и дети, это уже, конечно, будет другая история. Мы сейчас говорим одно поколение живёт. Молодые люди, молодая пара, там, или наоборот, пенсионного возраста пара, как бы это идеальный вариант, конечно. Открытое пространство даёт очень много, потому что в этом случае вы всё время тензируете к тому, чтобы пространство было убрано, да, потому что всё на виду, всё вы видите, на всё глаз цепляется. Это очень организует человека. Чем меньше лежит вещей на видном месте, тем у человека больше внутреннего как бы созерцания, внутреннего какого-то такого стержня, он больше собирается. Лишние вещи, они нас расхолаживают. Это очень замечательно открытое пространство. Но при этом, конечно, должен быть закрытый гардероб. Это неприемлемое для меня условие. Почему? Потому что даже если какие-то там будут запахи такие там типа там кухни, то вещи не должны касаться этого, этих ароматов, этих запахов. Ну и санузел само собой. Уединённое такое какое-то местечко, небольшой диванчик, там скажем, такой где-то сколько это, может быть, сантиметров 80, рабочий стол. Это тоже, конечно, необходимо. Ну, кровать. Итого, вот мы тут подсчитали где-то примерно 15-18 метров идеальное как бы пространство для пары. Полностью покрытие Wi-Fi и камеры подсоединены к вашему телефону, где вдруг у вас есть какие-то гости, вы сразу об этом узнаете. Что для меня было бы ещё архиважно, конечно. С одной стороны, вот я уже сказала, это очень важно защищённость, но в то же время важно открытое пространство. То есть, например, вот на день могли бы каким-то образом убираться все окна. Вот просто все. Не то, что там открываться, а каким-то образом подниматься, складываться. Это было бы очень для меня важно, очень удобно. потому что особенно вот эта зона, о которой мы сейчас говорим, здесь комфортно. И я не знаю насчёт моря, вот я не знаю насчёт береговой линии, тоже, опираясь на свой опыт. Я живу на первой линии в Алтайе. Но я не могу сказать, что для меня это большая какая-то такая вещь, вот именно вид на море. Для меня вот мне больше нравятся горы. Я горы обожаю. Вот каждое утро это разный вид, облачко где-то зацепилось, что-то заделенело, постоянная смена. Горы очень меняются в зависимости от времени дня. Они совершенно по-разному выглядят. То море, оно в общем-то море и есть. На море очень неудобно, неуютно, очень неуютно во время шторма. Особенно если ты сидишь один, это вот такие колыхания, такие вибрации, которые в общем-то лишают, вот меня это лишает комфорта. Я немножко напрягаюсь. Поэтому если была бы какая-то альтернатива, например, загнать такой поселок, такой домик в горы, наверное, я бы из двух вариантов выбрала второй. Если есть какой-то маленький водоем, это же вообще чудово. В конструкции каркасных домов учтены все современные требования по экологии и строительной физике. Благодаря этому достигается высокая надежность и долговечность дома, благотворный внутренний климат независимо от внешней среды. Ну и так того, что нам нужно. Свет, вода. Вода идеальная должна быть. Я бы, Михаил, на этом никаких средств не экономила. потому что вода это то, что нас держит на этой планете. На 70% из воды составит вода, свет, защищенное, но открытое пространство, когда мне нужно. теплый пол. Теплый пол. Как бы не было бы в Испании со своими 360 дней солнечные в году. Теплый пол он нужен в Испании с октября по апрель месяц. Это опять же опыт, на который мы уже все отбираемся. Может быть, даже не нужно вот эти батареи, радиаторы. Если вам повезло и ваш участок имеет сеть 220 вольт, это супер ОВА. В противном случае нам нужно будет устанавливать на всю крышу солнечные панели, хорошие аккумуляторы глубокого разряда и минимум 5-киловаттный инвертор для содержания автономности вашего дома. Ну и, конечно, очень меня согревает идея, идея того, что это можно будет перемещать. Меня это очень согревает, потому что хотелось бы иметь такой вариант. Нормальный аутамент, нормальная любая структура, она думает об этом. Сохранение ресурсов и обеспечения наиболее полноценной жизни человеку. Мобильное жилье, экономичное жилье это идеально, конечно, это идеально. Мы уже не хотим иметь много земли, уже нам это точно не нужно. Какой-то маленький клочок, да, он нужен. люди, люди, которые раньше, скажем, занимались земледелием, наверное, они уже по-другому себе все это представляют. Вот не стало привязываться к такой глубокой цивилизации, потому что человеку хочется забиваться в угол. Ему хочется забиваться в угол. Вот как это совместить, безопасность и такое удинение, пожалуйста, подумайте об этом. важно, чтобы это еще, конечно, было довольно экологично, чтобы это как можно больше использовалось при этом натуральных материалов. Это важно. Ну и я еще раз хочу сказать в пользу малого количества квадратных метров на душу, как бы на семью. Вы больше будете тогда времени проводить на свежем воздухе, когда будет больше движения, больше динамики, соответственно, больше здоровья. Как купить или построить свой дом на Коста-Бланке, это очень просто. Вам достаточно всего лишь позвонить мне и мы объясним все нюансы покупки в кредит или за наличные. на Коста-Бланке. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok